Алина пальчиком пошевели. Вот так вот больно? Да. Ты сама не ходишь? Не наступаешь на ножку? Ну нет. Немного времени и Алина снова начнет бегать и, наверное, вообще забудет о своем переломе. Ежедневно в травматологии помогают десяткам детей. В сентябре, сразу после интернатуры Читинской академии, в отделение пришел молодой специалист Эрдем Баирович. Добродушному врачу приклеилось сразу два прозвища. ММДЭМС, потому что ребята не могли выговорить его имя, и доктор МакКвин. Это уже с подачи самого медика. Эрдем своими руками нашил на халат картинку с мультгероем. Это, как вы видите, такая хитрость профессиональная. То есть, когда ребенка нужно отвлечь быстренько, когда бывает, дети за руку резко дергают, то у них бывают такие подвухи. Когда ребенка отвлекаешь, быстренько вставишь, и ребенок даже не замечает этого. Это как бы профессиональная хитрость такая. Хитрости есть и у Раисы Георгиевны. Главное, говорит девушка, чуткость. В ее отделении тяжелые пациенты. Все после инсульта. Многие заново учатся ходить, разговаривать. Есть. О том, что будет работать в БСМП, Раиса знала еще участь в Байкальском медколледже в районе Бурятии. Я ранее проходила здесь практику, в этом отделении, в неврологии. Мне очень все понравилось. В этом отделении коллектив очень дружный, приветливый. И все структура отделения тоже. И вообще больницы очень удобные. Мне все понравилось здесь. Помогают молодым докторам и медсестрам с жильем. Дают общежитие или компенсируют затраты на аренду квартиры. Есть хоть и небольшие, подъемные. В этом году штат БСМП пополнился 16 новоиспеченными специалистами. Но здесь все еще требуется средний и высший медперсонал. Число вакансий исчисляется десятками. Поэтому в больнице ждут, что к Эрдему и Раисе присоединятся и другие выпускники медколледжей и университетов. Алевтина Дармаева, Сергей Костенко. Новости дня.